Павел Иосифович Рогозин. Кто же этот? Сопоставив все учения мира о загробной жизни с учением Христа, мы сегодня должны были бы прийти к тому же выводу и заключению, к которому пришел в свое время апостол Петр, сказав, «Господи, к кому нам идти? Ты один имеешь глаголы вечной жизни. Ты один можешь быть и навсегда остаешься авторитетом в этих вопросах. Никогда человек так не говорил о грехе, как этот человек. По учению Христа грех – универсальная духовная проказа, разрушающая не только душу человека, но и тело. По учению Христа грех является первопричиной всех наших бедств. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть – только последствия греха. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с нашей кровью. Ибо из сердца человеческого, говорит Христос, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаинства, злоба, коварства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Оскверняет и делает его недостойным и неспособным для общения с Богом. Грех – это страшная злая сила, порабощающая и закабаляющая разум и волю человека. Христос сказал, «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Если не покаетесь, погибнете. И если не уверуетесь, что это Я, то умрете во грехах ваших». Никогда человек не говорил так о спасении, как этот человек. Ни в одном религиозном вопросе, трактуемом людьми, нельзя встретить такого множества превратных взглядов и убеждений, как в вопросе вечного спасения души. Если бы имели возможность задать вопрос тысячи человек, что требуется для того, чтобы спастись, то получили бы, вероятно, тысячу разноречивых и путанных ответов. Мы легко убедились бы в том, что как те, кто называют себя христианами, так и те, кто Евангелие никогда не читали, спасаются каждый по-своему, зарабатывают спасение. Гордые книжники и набожные фарисеи, спасавшиеся по-своему, задали в свое время вопрос Христу, кто же может спастись? И были поражены, когда Христос ответил, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно». Этот ясный ответ Христа звучит не менее странным в ушах и современных искателей спасения, старающихся из всех сил и от всего сердца заслужить себе спасение у Бога, заслужить Его молитвами, добрыми делами, аскетизмом, соблюдением постов, праздников, обрядов и тому подобное и так далее. Они спасаются собственными своими усилиями, а Христос говорит, «Человекам это невозможно». Мы не можем и никогда не спасем самих себя. Мы также бессильны спасти других, еще меньше. Мы имеем основание полагаться на то, что другие люди, пусть даже люди явно святые, способны спасти нас своими молитвами и ходатайством перед Богом. «Есть только один Спаситель, Господь наш Иисус Христос, который сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех», писал апостол Павел. «Христос приобрел в себе право посредничества, ходатайства и заступничества, предав себя, став агнцем Божиим, взявшим на себя грех мира. Никто другой этого не сделал, и поэтому нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Христос совершил для каждого из нас спасение вечное на Голгофе и предлагает принять это спасение верою, как дар его благодати. Главным усилием нашего спасения Христос поставил возрождение свыше. Он сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Бог не может создавать Своё Царство и царствовать в нашем невозрождённом порочном сердце. Дух Святой не может вселиться и обитать в нашей душе без возрождения свыше. К этому рождению свыше мы приходим путём глубокого осознания своей греховности и своей тяжкой вины пред Богом, путём искреннего покаяния и решительного разрыва со грехом во всех Его проявлениях, путём святой жизни и беспрекословного исполнения всех повелений Господних. С этой благой вестью помилования всякого кающегося грешника Христос выслал учеников Своих по всему миру, говоря, «Да нам не всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Никогда человек не говорил так, как этот человек о молитве. Никто так не говорил о молитве, как Христос, потому что никто никогда не молился так, как Он. Он не только учил, как молиться, но Он на примере собственной жизни показывал, что значит вести молитвенную жизнь. Вспомним несколько случаев Его молитвы. «Когда Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шёл на Него в телесном виде, как голубь. Будучи на горе преображения, Он так молился, что вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блестающую. Мы часто озабочены нашим отдыхом в ущерб молитве. Для Христа молитва важнее отдыха. Как написано, утром весьма рано вышел и удалился в пустынное место и там молился. Мы высоко расцениваем ночное время, положенное для сна. Для Него молитва была ценнее сна. В те дни взошёл Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. В трудных жизненных обстоятельствах мы склонны ожидать чуда. Христос ставил молитву выше чуда. Но я молился о тебе, Пётр, чтобы не оскудела вера твоя. Во всех случаях, когда надо посылать новых работников на дело евангелизации мира, мы возлагаем наше упование на организации, жертвователей, церкви, общество и тому подобное. Христос же ставил всё это в полную зависимость от молитвы. Он сказал и так, «Молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делателей на Ниву свою». При избрании служителей церкви мы обращаем главное внимание на их красноречие. Для Христа молитвенная жизнь пастыря была важнее всех имеющихся у работников даров и талантов. К данному выводу мы приходим в силу того, что Христос учил апостолов молиться, научил ли Он их проповедовать. Об этом Евангелие умалчивают. Какие глубокие наглядные уроки молитвы Он преподал нам в таких притчах, как о мытаре и фарисее, о друге, зашедшем с дороги ночью, о беззащитной вдове и судье о неправедном и многие другие. Христос оставил нам молитву Господню, Отче наш. Этот неподражаемый шедевр истинной молитвы. Он оставил нам свою прощальную, или как её называют ещё, первосвященническую молитву. Христос молился, будучи здесь на земле и как единый посредник между Богом и человеками, продолжает сейчас молиться за нас перед престолом благодати на небесах. Никогда человек не говорил так, как этот человек, о семье. Мы готовы забыть о том, что до Христа в семье царил самый грубый деспотизм, разнузность страстей и бесконтрольный разгул эгоизма. Христос напомнил людям о божественном происхождении семьи. Не читали ли вы, что сотворивший в натяге мужчину и женщину сотворил их? По учению Христа брак, невременный контракт, условия или договор, но слияние двух брачащихся сердец в одно. Бог установил брак, дабы двое были одной плотью. Христос положил конец многоженству и поднял женщину от положения бесправной и безвольной рабыни мужа до ее первоначального назначения женщины и матери. Он первый внес в семью взаимные права, взаимную ответственность, взаимную любовь и уважение. Семейное счастье приходит в дом не в результате господствования одного члена семьи и угнетения другого, но путем взаимного самопожертвования, служения путем совместного дружного несения всех тягот жизни и общего наслаждения ее радостями. Христос не дал супругам специальных законов и правил поведения, но он положил начало новому роду или классу людей, которых Слово Божие именует возрожденными духовно, детьми Божьими. Христос послал этим людям этой новой твари, Духа Своего Святого, дал им новое сердце, новую жизнь, новое все, Он учил, что жизнь семьи зиждется на взаимной любви и что строить ее на каких-нибудь других основах значит обрекать семьи на неизбежное крушение и развал. Христос находил, что Богом созданная единица положена в основу всего человечества, что будущность отдельной личности, церкви, общества, судьба нации, народа, государства и всей цивилизации зависит от прочности семейных устоев, зависит от того, в каком духовном состоянии находится семья, какое она занимает место в этой сложной структуре человечества. Семья, как установление Божие, должна быть священно и чисто. Она должна иметь своим возглавителем самого Бога и повиноваться Его воле. Не страха ради, а из глубокой благодарности, из любви к Нему. Уважение мужа к жене, повиновение жены мужу, послушание детей родителям. Вот то, что имел в виду Бог, создавая наших прародителей. Когда Христос изложил свое учение о семье фарисеям, сказав, что Богом установленная семья не подлежит делению, ибо что Бог сочетал того человек, да не разлучает, ученики Христова ужаснулись и ответили Ему, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Да, Христос рассматривает подлинный брак нерасторжимым союзом между мужем и женою. Этот священный союз может быть расторгнут или нарушен только двумя факторами. Смертью одного из супругов или супружеской неверностью, грехом прелюбодеяния. К сожалению, современные законы, регулирующие семейный брак, настолько слабы и незначительны, что оформить бракососедание легче, чем оформить покупку поля, дома или лошади, а оформить расторжение брачного договора еще проще. Христос звучит, что для счастливой жизни вообще человеку необходимо возрождение от Слова Божия и от Духа Святого. Он сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится вам. Нужно не только искать, но обрести Его, войти в это царствование Духа Божия в нашем сердце, дать Христу право управлять и руководить нашей личной и семейной жизнью. Только тогда членам семьи легко будет любить друг друга и соблюдать семейную дисциплину, повинуясь друг другу страхи Божьим. Никогда человек не говорил так, как этот человек, о богатых и бедных. Христос не был, как некоторые превратно учат, революционерам, ровно как не был Он философом, ученым, физиком, экономистом, политиком или дипломатом. Он также не был отшельником, пустынником, аскетом, убегающим от реальности и окружавшей его жизни. Он не принес в мир какой-то новой теории, социальной системы или мировой реформы. Христос был занят не решением государственных и международных проблем своего века, а раскрытием и духовным освобождением человеческой личности и приведением ее в правильное взаимоотношение с Богом. Христос не был социалистом того или иного оттенка, но проповедуя возрождение свыше, он показывал, в чем заключается сущность подлинного социализма. Он сказал, возлюби ближнего твоего как самого себя. Это никем не превзойденное золотое правило Христос относил ко всем слоям человеческого общества, к бедным и богатым, молодым и старым, знатным и простым. Говоря о богатых, Христос должен был с грустью сказать, как трудно богатому войти в царствие Божие. Горе вам, богатое, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Он предостерегает людей от обольщения богатством, от пагубной жадности к наживе, говоря, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Не собирайте себе богатство на земле как такового. И не избегал общения с людьми, имевшими земные блага. Например, Иоанна, жена Хуза, домоправителя Иродова, Иисус Анна и многие другие служили ему имением своим. Апостол Петр был домовладельцем. Христос бывал в доме апостола Матфея, в доме Закфея, начальника мытарей, человека богатого. Однако Христос смотрел, что относиться правильно к богатству способны только те, кто не порабощен богатством, для кого земные сокровища не имеют неприходящей ценности. Среди богачей тогдашнего времени, как и ныне, были богачи, которые рассматривали себя не хозяевами своих богатств, а только Божьими управителями. Истинный собственник и хозяин всех богатств только Бог. Он доверил нам часть своих богатств и ожидает, что мы будем управлять и распоряжаться его достоянием по воле Божией, по указанию свыше. Но был и другой род богачей, которые рассматривали себя полноправными и бесконтрольными владыками всего, что у них было. и таким образом присвоили себе богатство неправедное. Они распоряжались богатствами по собственному своему произволу, забыв о тяжкой их ответственности перед Богом за каждый вверенный им грош. Они забыли о том, что подлинный собственник может сказать им, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, и ты не можешь более управлять. Или безумный всю ночь души твои возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Это ко второй группе богачей, богачам, выдающим Божье имущество за свое собственное. Христос предъявил невыгодное для них требование «Продай все и раздай нищим и приходи и следуй за Мною». Христос учил, что спасение души не покупается за деньги и, конечно, не приобретается раздача имения по учению Христа бедный нищий Лазарь взошел на лоно Авраама вовсе не потому, что он всю жизнь нуждался в куске хлеба, равный и богач угодил в пламя огненное не потому, что был всю жизнь свою богачом. Христос жил среди простых и бедных рыбаков и ремесленников, людей праведных и грешных. Он сам обнищал ради нас и не имел где голову преклонить. Все евангелисты своего учителя ко всем несчастным, обремененным, озабоченным, беспомощным, больным и нищим. Христос учил «просящему тебя дай», да и сам он имел фонд помощи нищим. Зная структуру мира сего и греховную его сущность, Христос не предвидел золотого века для бедных и нищих мира сего. Он сказал «нищих всегда имеете с собою». И вот спустя двадцать веков мирского строительства мы «мир и поныне полон людей богатых и людей бедных». Как и в старь, богатые стремятся к тому, чтобы стать еще богаче, а бедные становятся еще беднее. Христос не мирился с подобной несправедливостью, но видел решение всех социальных проблем не в классовой или расовой революции, а в перемене человеческого сердца, в духовном возрождении греховной его природы. Весьма часто человек обречен на нищету и страдания по причине мирских устоев, обычаев и законов, которые не отвечают самым элементарным требованиям справедливости, но в подавляющем большинстве случаев главной причиной все же является грех, царствующий в смертном теле нашем и воюющий в членах наших. Притчи о блудном сыне служат подтверждением этой истины. До своего ухода из родительского дома сын был материально обеспеченным человеком, но не хлебом одним будет жив человек. Находясь в дальней стране, сын не жалуется на социальные порядки той страны, но видит подлинную причину постигших его бедствий в своем собственном сердце, в допущенном им греховном падении. Сын пришел в себя, признал свою вину и чистосердечно раскаялся перед отцом в своем поступке. Что иное способно было бы принести блудного сына, привести к внутреннему перевороту и оздоровлению? Пришел ли бы сын в себя в то еще время, когда находясь в дальней стране и расточив все имения свое жиря распутно, если бы он получил от отца еще одно или два имения? Какие социальные реформы помогли бы этому юношу выйти из беды? Христос учит, что главная причина всех бедствий мирской жизни, причина нематериальная, духовная. Только устранение этой главной причины способно устранить множество связанных с нею старостепенных причин. Ищите же прежде Царствие Божие и правды и его, и это все приложится вам. Никогда человек не говорил так, как этот человек об истротечности и превратности земной жизни. Мудрецы древнего мира тщетно пытались найти решение исконных проблем, кратковременности жизни, страданий и смерти, но они не оставили после себя ничего, кроме множества превратных и суеверных взглядов, не соответствующих истине. Своим учением Христос сказал авторитетное слово, положил конец всем людским предположениям и догадкам, навсегда рассеял царствовавший в веках духовный мрак язычества. Христос дал нам единственно правильный взгляд на земную кратковременную и быстротечную жизнь человека. Он открыл нам причину и смысл страданий и указал на божественную необходимость телесной смерти. Он учил, что истинная цель земной жизни человека находится не на земле, а на небе, и что временная земная жизнь осмысливается только жизнью вечной, жизнью духовной, жизнью нетления. Христос не только сказал нам об этом, но показал на примере своей жизни, что наше земное странствование начинается яслями и кончается могилой, а между первым и последним этапом неизбежна встреча с болезнями, трудом, нуждой, страданиями и разными невзгодами. Он также подчеркнул тот неоспоримый факт, что все эти жизненные переживания, равно как и мы сами, только временного и приходящего порядка. А поэтому и рассматривать их мы должны как нечто вполне естественное и неизбежное, перенося их покорно, мужественно и невозмутимо. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Христос поставил наш характер и поведение в полную зависимость от нашего взгляда на грех, страдания, смерть, грядущее воскресение из мертвых и жизнь вечную. Он учил, в мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир. Христос учил также о великой награде, которая ожидает страдальцев за имя Его. Блаженны и изгнанные за правду ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Апостол Павел, усвоивший этот урок, пишет верующим, мы хвалимся надеждой славы Божией, и не этим только, но хвалимся и скорбями, ибо думая, что нынешние временные ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Никогда человек не говорил так, как этот человек о самом себе. В Новом Завете Христос называет себя около 80 раз Сыном Человеческим и около 30 раз Сыном Божиим. Человеку, слепорожденному, которому Христос дал зрение, он задает вопрос, веруешь ли ты в Сына Божия? На что прозревший отвечает, а кто он? Чтобы мне веровать в Него? Христос говорит прозревшему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. На вопрос первосвященника, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий? Христос дает утвердительный ответ, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Он учил о своем небесном посланничестве и называл себя обетованным Мессией. Он сказал, что он безначален, прежде, чем Авраам был, я есмь, что он больше субботы, больше Соломона, больше храма. Он рассматривал свою голгофскую смерть заместительной жертвой, жертвой умилостивления, которую он принес Богу за грех мира. Ему надлежало исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и Псалмах. Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах. Если допустить, что такие заявления, как я есть на воскресение и жизнь, я свет миру, я есть им путь и истины и жизнь, я и Отец одно, дана мне всякая власть на небе и на земле. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших, слушающие слово мое и верующие в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верующие в сына имеют жизнь вечную, а не верующие в сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем и множество других подобных заявлений исходят от смертного человека, тогда надо было бы логически признать, что человек, говорящий о себе подобные вещи, не в своем уме. А если человек в своем уме, тогда невольно рождается вопрос, кто же этот? Христос называл себя Сыном Божиим и не без основания. Его характер говорит о его божественности, его дела выявляют его божественность, его совершеннейшее учение подтверждает его божественность, ибо основа его учения Отец Небесный, источник учения Дух Святой, характер учения Любовь, цель учения Спасение, плод учения Жизнь вечная, всякие отрицающие божественность Иисуса Христа и божественность его учения такой же безумец, как и тот, кто говорит сердцу своем «нет Бога». Отрицающий Бога и не почитающий Христа Сыном Божиим превзошел в своем помрачении даже злых бесов, нечистых духов и жестоких демонов, ибо все они публично исповедовали Христа Сыном Божиим, говоря, «Знаю тебя, кто ты, святый Божий», и не могли уклониться от его повелений, но выходили из людей и шли в бездну. Христос совершеннейший учитель, учитель совершеннейшего учения. Прав был Никодим, когда сказал, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Он один располагал совершенным знанием всего и мог безошибочно говорить о всем. Даже строптивый апостол Петр должен был согласиться с этим, сказав, «Так, Господи, ты знаешь все». Никто из смертных не говорил с такой убежденностью, точностью и авторитетом, как Христос. Никто не учил людей из такого глубокого чувства сострадания к ним, и при том без малейшей личной заинтересованности, материальных выгод или других плотских мотивов. Этот поразительный факт был признан даже его врагами, которые мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. По учению Христа любовь исполнения всех Божьих и всех человеческих законов, любить всех людей, включая наших злейших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть, все это бесподобно, бессмертно, божественно. Все это учение, ничто иное, как последнее, предельное откровение Божие, данное им, падшему человечеству. Говоря об учении Христа, нельзя не отметить того общепризнанного и очевидного факта, что ни одно человеческое учение не произвело на человечество такого благотворного влияния и не привело людей к свету, истине и свободе, как совершеннейшее учение Христа. На протяжении без малого двух тысяч лет это учение спасает и возрождает личность, поднимает, возвышает и освещает семью, в корне видоизменяет общество, облагораживает нации, объединяет расы, племена и народы. Возьмем для пояснения древнее быть и верование и язычество. Мудрые греки и культурные ремляне обожествляли своих императоров и цезарей, поклонялись истуканам и приносили им жертвы. Учение Христа низвергло кумиры, устранило капище, развенчало владык земных, объявив их грешниками, нуждающимся в Божьем манифесте помилования. Бывшие боги должны были сойди с пьедесталов и повергнуться низ перед истинным живым и вездесущим богом, изменив прежний уклад их жизни, положив конец расплению, глубины которого трудно описать. Христос обуздал разнузанных монархов на тронах и распущенных вельмож во дворцах. Описывая тогдашний быт, апостол Павел заканчивает такими словами о том, что они делают тайно стыдно и говорить. Разврат был узаконен и восхвалялся. Женщина была бесправным существом, стоявшей на самой низкой ступени нравственности и служившим только для удовлетворения плотских страстей. Дочери лучших римских семейств отдавались родителями в Весталке и, начиная в возрасте в шести-девяти лет, должны были до тридцати лет служить жрицами боги-невесты. При нарушении своего обета Весталок закапывали живыми в землю. Отец имел законное право убивать своих детей, если они не нравились или мешали ему. Христианство положило конец всем этим узаконенным зверствам и множеству других бытовых явлений в практике язычества. Христос положил конец рабству. По учению Христа все возрожденные Духа Святого верующие суть братья. Для христианина не было уже ни Елена, ни Иудея, ни Раба, ни Свободного, но все и во всем Христос. В этом отношении поучительная история Раба Анисима, описанная в послании апостола Павла к Филимону. С приходом христианства наступили иные отношения к побежденным врагам, к должникам, старикам, инвалидам и неизлечимо больным. Христианство внесло в быт небывалую доселе человечность, сострадание, милосердие, попечение и заботу. Все это пришло в мир вместе с учением Христа, и все это может покинуть мир, если учение Христа будет миром пренебрежено и отвергнуто. Сегодня все человечество вновь стоит на скользком гибельном пути. Языческие мировоззрения и быт беспрепятственно вступают в свои права, возвращается и узаконяется прежний разврат, развал семьи и общества, попрание прав личности, бесконтрольный деспотизм и терроризирование народных масс. Но смеем ли мы винить в этом христианство? Конечно, нет. Можно ли поставить вину врачу укоренение и расширение болезни, если больной не считает себя больным и отказывается принимать предписываемое ему лекарство? Можно ли обвинять мыло в том, что, несмотря на его благовонные свойства, большинство людей, населяющих нашу планету, все еще ходят грязными? Можно ли винить чем-либо христианство, если в течение долгой истории номинального, наследственного христианства Христос, как личный спаситель всякого кающегося грешника, был сознательно вытеснен из церкви, пренебрежен в семье и отвержен личностью? Виновно ли христианство, если членские списки многих церквей были переполнены именами людей заведомо невозрожденных, которые не имели никакого понятия о подлинном спасении и освященной христианской жизни? Виновен ли Христос, если общество атеистическое по своему внутреннему складу выдавало и продолжает выдавать себя за общество христианское? В результате такой сатанинской подмены человечество стоит ныне на рубеже небывалого еще в истории опустошения. Весь мир со всеми его достижениями погружается сейчас во мрак неверия, греха и отчаяния. Положение не просто критическое, но безвыходное, если мир вновь не обратится к свету мира, ко Христу и не последует за его путеводными возрождающими лучами, ведущими к первоапостольскому христианству. Христос по-прежнему спасает не целыми нациями и странами, а отдельными душами, приходящими к Нему за прощением и в единоличном порядке. Христос по-прежнему способен стрясть нас на жизненном пути и беседовать с нами, касаться нашей совести, памяти, разума, воли, чувств, воображения и тому подобное. Он по-прежнему остается единственным нашим путем к Отцу, единственной жизнью Божией в нас, верующих. Он и сегодня верен своему обетованию. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Его чудодейственные силы. Кто же этот, что и ветра, и море повинуется Ему? Сделавшись подобным нам, человеком, Христос, как ни один из смертных, обладал сверхъестественными чудесными силами. Он исцелял неизлечимо больных, очищал прокаженных, освобождал бесноватых, умножал хлебы и рыбу, ходил по волнам, усмирял море, укращал бурю, воскрешал мертвых. Христос имел в самом себе животворящую силу. Он творил жизнь там, где ее не было. Сухие руки, парализованные ноги, начинали выполнять свои прежние функции. Глаза слепых прозревали, уста немых говорили, уши глухих слышали. Вникая в подобные его действия, мы начинаем понимать, что означает слова Священного Писания. В нем была жизнь, или Я есть им жизнь. Для него не было ничего невозможного. Евангелисты были очевидцами многих чудес, и в своих Евангелиях они описали некоторые из них. Читая эти евангельские повествования, мы сперва изумляемся, удивляемся и поражаемся чудесами, а позже невольно убеждаемся в том, что сам чудотворец является величайшим чудом, чудом Божиим. Он был зачат чудесным образом. Его рождение было чудесным. Чудесным образом ангелы явились пастухам. Чудесная звезда привела мудрецов с востока. Чудесным образом, по вдохновению Духа Святого, встретили в храме чудесного младенца Симеон богоприимец Иоанна пророчица и изрекли о нем чудесные предсказания. Он был чудесным мальчиком. Он беседовал в храме с учителями, когда ему было всего двенадцать лет, и все, слышавшие его, удивились его разуму и ответом. Он был удивлением для своих современников. Андрей, впервые встретившийся с ним, остановился в изумлении перед этим чудесным учителем и поспешил сказать Петру, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Филипп, познакомившись с Мессией, с уверенностью сообщает Нафанаилу «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке». Все ученики Христа, включая отрекшегося Петра и сомневающегося Фому, уверовали в него, как в Мессию, первосвященники распяли его за то, что он назвал себя Мессией и делал себя Сыном Божиим. Апостолы проповедовали о нем, как о чудесном спасителе рода человеческого. Христианская церковь была основана и доныне зиждется на этом именно фундаменте, на этой непоколебимой основе. И вот теперь, спустя две тысячи лет, мы убеждаемся в том, что он был и остается мировым чудом и непрекращающимся изумлением для всех поколений. Мы охотно соглашаемся с тем, что во все века христианства были враги Христа и всего связанного со словом «чудо», но где они теперь и где их усилие устранить с небосвода солнца правды? Что же касается нашего времени, то отрицание евангельских чудес и всего духовного и всех естественного никого уже не удивляет, ибо те же самые люди, которые не признают чудес, одновременно не признают самого святым, высмеивают священное писание, духовный опыт верующих, загробную жизнь и тому подобное. Все это выражает умственную ограниченность этих людей или обнаруживает в них полное отсутствие мыслительных способностей. К сожалению, эти материалисты, безбожники, часто носят пастырское облачение и обладают духовным саном, тогда как в глубине своей души ничего не признают и ни во что не верят. Это к ним относятся слова Христа. Если они Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Некоторые спрашивают, почему Христос творил чудеса? Зачем они понадобились Ему? Разве Он не мог обойтись без чудес? Во-первых, потому что чудеса Христа были естественным проявлением Его феноменальной личности. Было бы нелогично допустить, чтобы тот, кто является образом Бога невидимого, сиянием славы, образом ипостаси Его, тот, кем было создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано, и все им стоит. Тот, в ком обитала вся полнота Божества телесно, чтобы этот не сотворил бы никакого чуда и не проявил бы себя тем или иным необычайным образом. Если Христос второе лицо Святой Троицы, создал космос и землю, ангелов и человеков, тогда что же в сущности представляет собой все его маленькие чудеса, которые записаны на страницах Бога Духновенного Евангелия? Во-вторых, чудеса Христа были подтверждением Его посланничества. Его ответственная миссия, с которой Он был послан на землю, требовала непровержимых доказательств того, что Ему и никому другому Бога Отец поручил искупление рода человеческого. Поэтому никто из людей, живших до Него, не творил подобных чудес. Враг душ человеческих вовлек людей в сферу горя, болезней, страданий и смерти. Своими чудесами Христос публично проявил Свою сверхъестественную силу, доказав, что Он способен не только изменить, но навсегда искоренить и уничтожить этот сатанинский порядок вещей. Ибо для сего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот почему все чудеса Христа были прямым проявлением Его любви и сострадания к несчастным людям. Свидетельствую людям о Своем небесном посланничестве Христос сказал, «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». В памятный день Пятидесятницы апостол Петр имел полное основание обратиться к иерусалимлянам с такими словами «Мужи израильские, выслушайте слова сии «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили». Сверхъестественные силы Христа были известны не только апостолам, но и врагам Христа. Поэтому никто из слушателей не мог не согласиться с доводами апостола Петра. В-третьих, чудеса Христа были неопровержимым доказательством его божественности. Ветхозаветные пророки предсказывали о том, что Мессия будет обладать чудодейственными силами. Исаия говорит, в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы глаза слепых, уши глухих отверзутся, хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Чудеса были исполнением Божьих пророчеств о грядущем Мессии. Вот почему на вопрос учеников Иоанна Крестителя «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Христос ответил «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Стрепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». Христос хотел, чтобы вера Иоанна и его учеников отновывалась не на словах только, но на исполнившихся предсказаниях пророков. Четвертых, чудеса Христа привели многих людей к вере, покаянии и спасению. Видевшие чудеса удивились величию Божию. Все удивились всему, что творил Иисус. Многие из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сей сотворил? Царедворцу, просившему Христа об исцелении Своего Сына, Христос ответил, обращаясь к окружающей толпе, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. И что еще сказать? Чудеса всегда служили к славе Божьей. Все множество учеников начало велегласно громко славить Бога за все чудеса, какие видели они. Вера в чудеса и отрицание их всегда были верным измерительным прибором, определяющим духовное состояние сердца человека. Жаждет ли человек истины, света и спасения? Или эта жажда у него отсутствует? Вот вам пример. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскресающих в фраме, вознегодовали. Сколько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Для одних людей чудеса ступень вверх к вере, ко спасению, а для других ступень вниз, к неверию, к погибели. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Не та же ли самая причина неверия и отрицания чудес наблюдается нами и в наши дни? Поэтому в высшей степени ошибочно утверждать, что отрицание чудес достижение культурного века и основано на каких-то открытиях науки. Неверие всегда было и всегда будет вплоть до второго пришествия Господня, до того момента, когда узрит его всякое око. Были времена, когда некоторые авторы книг, посвященных отрицанию чудес, создавали капиталы, достигали мировой известности, но этим же своим отрицанием они выносили сами себе роковой приговор. А каждому из них прославившихся писателей можно только пожалеть и сказать, что пользу человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить. Удивительно, что люди, отрицающие чудеса, старательно подбирают разные основания извинения для своего неверия. Напрасное занятие. Своими чудесами Христос раз и навсегда лишает их всякого оправдания. Он говорит, если бы я не сотворил между вами дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. И не имеете извинений во грехе, и грех остается на вас. Вы умрете во грехах ваших. Попутно вспомним, что сатана тоже способен творить чудеса, и он особенно проявит свою способность в годину великой скорби, которая, по словам Христа, грядет на всю вселенную, дабы испытать живущих на земле. Христос предсказал это событие, говоря, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прольстить, если возможно, даже избранных. Вот я наперед сказал вам. Но само собой разумеется, что чудеса дьявола будут творимы по другим мотивам и носить совершенно иной характер. Христос пользовался чудесами, но никогда не пользовался ими для того, чтобы кого-то прольстить, совратить с пути истины, погубить или причинить людям страдания. Напротив, все чудеса Христа были направлены к благу. Все чудеса Христа были чудесами любви, милосердия и сострадания, на что ни лжехристы, ни антихристы никогда не будут способны. Христос никогда не пользовался чудесами даже для своих личных нужд. Во время своего пребывания в пустыне он решительно отклонил предложение искусителя превратить камни в хлебы, а в Дефсимании не воспользовался для самозащиты услугами легиона ангелов. Он отказался сотворить чудо и сойти со креста, как предлагал ему один из разбойников первосвященники и проходящая толпа. Спаси себя самого и сойди со креста. Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали. Спаси себя и нас. Отрицающая возможность чудес обычно ссылается на открытие науки, достижение атомного века, на современную просвещенность. Но смеют ли они отказать просвещенности и образованности таким, например, людям, как Коперник, Кеплер, Бекон, Ньютон, Галиле, Галлер, Паскаль, Гайм, Беорган и множество других великих ученых, которые при всей своей просвещенности открыто и чистосердечно веровали в евангельские чудеса. Чудеса противоречат законам природы, заявляют отрицатели чудес. Но отрицатели забывают о том, что даже те законы природы, на которые они ссылаются, являются также Божьим чудом, что только благодаря Его непрекращающимся чудесам и чудесным законам природы во всех Божьих творениях поддерживается жизнь, а в чудесном космосе единство, порядок и гармония. Не подлежит никакому сомнению тот факт, что Бог, установивший нерушимые законы природы, имеет полное право и должную силу изменять, нарушать и прекращать действия этих законов по своему собственному усмотрению. Чудеса Христа не противоречат законам, но они превышают эти законы. Чудеса не противонаучны, а сверхнаучны. Некоторые законы природы могут удивить нас своей многогранной применимостью. Всего лишь сто лет тому назад считалось делом немыслимым и невозможным плыть на корабле без паруса, путешествовать в экипажи без лошадей, пользоваться услугами телефона, телеграфа, телевизора, радиовол и другого. Еще не так давно людям казалось чем-то сказочным, многое из того, что для нас является сегодня очевидной действительностью. Кто мог бы поверить возможность кругосветных путешествий в подводной лодке или совершать в стратосферном корабле полеты на Луну и обратно, запускать ракеты на планеты Солнечной системы и мечтать о межпланетном сообщении. Все это стало возможным только благодаря точным Божьим законам, управляемым Вселенной. Эти законы были в действии от начала создания космоса, но раньше не были открыты людьми и не были применены. Не то ли самое можно сказать о сверхъестественных законах, которых мы еще не открыли и не пользуемся их услугами. Христос открыл для нас многие духовные законы, закон веры, закон греха и смерти, закон духа жизни, закон совершенный, закон свободы, закон любви, закон Христов. Что наука знает об этих законах? Однако они существуют и проверены многовековым опытом миллионов верующих людей. Личность Христа вот что устраняет всякое сомнение и укрепляет нашу веру в Его чудеса. Он воплощение Божественной истины, власти и могущества. Он все тот же изначальный чудотворец. Это Он повесил землю ни на чем, распростер небеса, как тонкую ткань. Это Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Это Он силою своей волнует море и разумом своим сражает дерзость их. Одним словом, Бог наш на небесах творит все, что хочет. Это Он вывел изуральтян из Египта и был для них столпом облачным днем и столпом огненным ночью. Это Он разделил море чермное и провел их через него и поставил воды стеною. Как вы можете веровать в такие сказки? спросил студент профессора, прочитав ему о том, как Бог разделил море. Неужели вы способны верить в это без всяких сомнений и затруднений? Да, Павел студент. Да, согласился профессор. Конечно, и у меня возникает затруднение при чтении этой истории. Но мое затруднение не в том, как Бог разделил море, а в том, как Он создал его. Я лично верю, что только один Бог способен был создать море, и что такой Бог, конечно, легко мог разделить его, не так ли? Так говорит Господь, Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня? Иеремия 49, 19 Его спасительная смерть. Мы примирились с Богом смертью Сына Его, Римлянам 5, 10. За северной чертой Древнего Иерусалима на холме позора Голгофи был казнен вместе с двумя злодеями единственный из всего рода людского безгрешный человек Иисус из Назарета Галилейского Мессия Христос Единородный Сын Божий Сын Человеческий Бога Человек Это необычайное событие привлекло тогда внимание всей Палестины и с тех пор в течение двадцати веков привлекало и продолжает привлекать внимание всего мира Нет ничего удивительного конечно если смерть Христа привлекает к себе и наше внимание Приступая к изложению нашей темы спасительной для грешников смерти Христовой мы должны будем прежде всего установить самый факт его смерти и тем опровергнуть заведомо ложные утверждения врагов христианства которые говорят Иисус был снят со креста в обморочном состоянии и очутившись в прохладной гробнице пришел в себя С первого С первого взгляда мысль может показаться логичной но по некоторым размышлениям становится ясным что она ни на чем не основана нелепо и абсурдно Нашим противникам известно также и то что все что единственным решающим авторитетом в данном вопросе может служить только веками проверенное писание агонии и смерти Христа Все остальные догадки и предположения беспочвены лишены серьезного обоснования и поэтому неубедительны Нашим противникам известно также и то что все евангелисты единомысленны и единодушны в описании этой жуткой агонии и смерти Они видели и слышали все вплоть до его последнего вздоха Они говорят что людская злоба ненависть жестокость и безумие проявили себя в полной мере Можно ли сомневаться в том что распинавшие Христа римские воины довели свое жуткое дело до конца если один из воинов как мы читаем в Евангелиях пронзил копьем грудь Христа откуда тотчас истекла кровь и вода Такое явление говорят врачебные авторитеты служит явным подтверждением того что кровь свернулась и человек уже мертв Смерть Христа наблюдали тысячи очевидцев ибо это не в углу происходило Матерь Иисуса и его ученики собравшиеся на зрелище городская знать и толпа все они видели как бездыханное тело галилеянина беспомощно свисало со креста как нежный любящий зор страдальца померк благодатные уста сомкнулись и божественный голос умолк распятого жазаны при понтии стимпилате и страдаша и погребена так суммирует смерть Христа никийский символ веры и вселенская церковь никогда не сомневалась в том что Христос воистину умер почему надлежало Христу умереть на этот весьма важный вопрос Священное Писание дает нам исчерпывающий ответ Христос умер за грехи наши по Писанию заместительная искупительная смерть Христа центральный догмат всего Священного Писания это истина выражена в Священном Писании весьма ясными словами Христос умер за нас Христос умер за нечестивых Христос умер за всех Он грехи наши сам вознес телом своим на древо по учению Христа мы потомственные грехники унаследовавшие наши греховные природы от правца Адама в силу чего дьявол является нашим полноправным владельцем Христос говорит всякий делающий грех есть раб греха мы согрешили лишенные славы Божией мы утратили общение с Богом и находимся в постоянной вражде с Ним как грешники мы находимся в тяжкой задолженности перед Богом мы духовные банкроты и расплатиться с долгами замолить или покрыть нашу вину мы не можем еще меньше способны помочь нам в этом люди Библия говорит человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него дорога цена искупления души с момента грехопадения человека Бог видел наше безысходное положение и в лице Адама обещал послать нам спасителя который мог бы искупить нашу вину и отпустить измученных рабов греха на свободу с этого же момента грехопадения Бог установил жертвоприношение за грех еще в Эдеме Бог лишает жизни животных чтобы их кожей прикрыть наготу согрешивших прародителей Позже Авель приносит жертву Богу лучшего Агнца из стада своего При выходе из Иераритян из Египта кровь пасхального Агнца была спасительной для первенцев израильских Ветхий Завет заключенный между Богом и человеком на горе Синае был скреплен кровью Агнца как сказал Моисей это кровь Завета который заповедал вам Бог Согласно этому Завету за всякий содеянный грех приносилось установленное Богом жертвоприношение и без пролития крови не бывало прощения Как струится неиссякаемый поток воды так через все века Ветхого Завета струилась кровь жертвенных животных ежедневно напоминая людям объезд греховности и прообразно указывая на искупительную жертву и драгоценную кровь непорочного и чистого Агнца Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа Который однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею единократным принесением тела приобрел вечное искупление безгрешный Сын Божий чтобы привести нас к Богу однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных ибо незнавшего греха Иисуса Бог соделал для нас жертву и за грех чтобы мы в нем сделались оправданы перед Богом Он есть умилостивление за грехи всего мира выкупить нас грешников из греховного рабства освободить нас от нашего поработителя вот та цель ради которой Христос пришел на землю и умер на кресте ибо кого Сын освободит тот истинно свободен будет ступить с нами в Новый Завет и скрепить его на вечные времена кровью своею вот та земная миссия Христа которую Он полностью совершил прощаясь с учениками на тайной вечере Он взял чашу с вином и сказал сия чаша есть Новый Завет в Моей крови которая за вас проливается совершая наше вечное спасение на Голгофе Христос сказал совершилось и преклонив главу предал дух сейчас ослышим мы вопрос каким образом страдания и смерть Христа могут быть заместительными для нас людей живущих 2000 лет спустя люди которые обеспокоены этим вопросом не знают что искупление рода человеческого совершенное Христом не ограничено временем оно распростирается на все века действенно во все роды и может быть применено к себе всяким верующим Христос сделался для всех послушных ему верующих виновником причиной спасения вечного новый завет заключенный между Богом и возрожденными верующими завет вечный вот завет который завещаю я после тех дней говорит Господь вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом а они будут моим народом потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более ибо если кровь тельцов и козлов пепелки лица через искропления освещала скверненных то кальми пачи кровь Христа который духом святым принес себя непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному новый завет завет вечный уже потому что сам виновник спасения вечного Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу будучи всегда жив чтобы ходатайствовать за них и так раз Христос жив спустя 2000 лет то так же живо и действенно и применимо его искупление другой аналогичный вопрос может ли один человек умирать ради спасения другого вряд ли нуждается в доказательствах всемирная история священного писания и окружающая нас жизнь предлагает нам множество случаев заместительной смерти каждый солдат умирающий на фронте является заместительной жертвой для тех кто находясь в тылу пользуется уютом и благополучием да и всякий сознательно полагающий жизнь свою для спасения другого обычно рассматривается обществом самоотверженным героем железнодорожный сторож например погибающий но спасающий пояс от страшного крушения или человек спасающий детей из горящего дома а сам умирающий от ожогов никогда не покидают народную память из всего сказанного явствует что один может умирать за другого но тут же возникает побочный вопрос почему умирает почему человек спасая другого не щадить себя самого на этот вопрос может быть только один единственный ответ из любви из любви к погибающему вы спрашиваете почему единственный во всем мире и во все времена праведник умер за нас нечестивых грешников обреченных на вечную гибель из любви ко всем людям из любви к каждому из нас лично ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную спасительная для нас смерть Христа добровольный акт Его любви к нам любовь всегда охотно идет на любые жертвы всегда готова страдать кровоточить и умирать за любимого человека потому любит меня Отец что я отдаю жизнь мою будучи Сыном Божиим Христос как никто другой знал какие муки ожидает всякого нераскаившегося грешника в конце его земного пути и желая предотвратить нас от гибели предал себя самого ибо Христос когда еще мы были немощны в определенное время умер за нечестивых ибо едва ли кто умрет за праведника разве за благодетеля может быть кто и решится умереть но Бог свою любовь к нам доказывает тем что Христос умер за нас когда мы были еще грешниками он истезуем был но страдал добровольно и не открывал уст своих как овца веден был он на заклане как агнец предстригущим его безгласен так он не отверзал уст своих неоднократно люди спрашивают почему надо было Христу умирать за наши грехи разве Бог не мог простить нас без этого тот кто ставит такой вопрос во первых не отдает себе должного отчета в том что такое греховность и святость любовь и справедливость и во вторых не имеет представления об отношении Бога ко греху злодеянию беззаконию и ко всякой нечистоте грех нарушение совершеннейшей воли Божией расстройство извращение и разрушение Богом установленного порядка грешник это тот кто вносит эту дезорганизацию и нарушает этот Божий порядок отсюда никто из нарушающих Божие установления не может остаться ненаказанным в мире физическом мы учим и предостерегаем детей не прикасаться к раскаленному железу не прыгать с высоты не прикасаться к лекарствам не играть с огнем ибо те кто не повинуется и прикасается обжигаются отравляются становятся калеками и прочее в мире духовном наблюдается такой же если не более точный закон возмездия за всякий грех возмездия за грех смерть такова сущность божественной справедливости Бог сказал Адаму в день в который ты вкусишь от запрещенного дерева смертью и умрешь и Адам не избежал последствий своего греха грех настолько несовместим с божественной сущностью что Христос должен был сойти со святых небес и своей голговской кровью разрешить мировую проблему греха искупить нашу задолженность примирить нас с Богом во всех случаях допущенного греха нет третьего положения грех должен быть или наказан или искуплен и прощен за всякий допущенный грех кто-то один должен расплатиться искуплением этого греха или наказанием за него на этом божественном принципе были установлены все ветхозаветние жертвоприношения кровь жертвенных животных горлиц агнцев козлов и тельцов принесенных на жертвенники была основанием для помилования согрешившего и без пролития крови не бывает прощения таков Богом установленный порядок прощение вины согрешившего без принесения жертвы искупления за грех свидетельство было о том что Бог осуждает грех но не всегда что Бог наказывает за грех но не во всех случаях что грех может иногда и не получить должного ему божественного точного возмездия скажем больше прощение без наказания и без искупления служило бы доказательством того что Бог справедлив но не справедлив абсолютно что Бог несовершенен в своей справедливости но если Бог несовершенен в чем-либо он не может быть Богом так как истинный Бог обладает всеми божественными атрибутами в полноте в совершенстве вот почему Бог не может и не мог простить виновного без искупления вот почему Бог Сына Своего не пощадил но предал Его за всех нас вот почему Христос как агнец Божий взявший на себя грех мира должен был пережить жуткие моменты разрыва с Отцом и принося себя в жертву за грехи мира вопияться Христа Элои Элои Лама Савахфани что значит Боже мой Боже мой для чего ты меня оставил в чем же выражается предназначение божественного искупления без искупительной жертвы Христа мы обречены на вечную гибель водами все согрешили и лишены славы Божией водами все умирают наша духовная смерть в состоянии которой мы пребываем со дня нашего телесного рождения сопровождает нас до гроба если мы умираем телесно без покаяния и возрождения свыше непоправимо переходит смерть вечную ничто и никто кроме Христа и его благодатного дара спасения не может изменить этого положения ибо возмездие за грех смерть смерть и умрешь а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе благодаря искуплению Бог имеет полное основание сказать грешнику «Изглажу беззакония твои как туман и грехи твои как облако обратись ко мне ибо я искупил тебя» что такое Евангелие как неблагая весть как нерадостный манифест Божий о помиловании всякого кающегося грешника принимающего искупление Христова что такое искупление Христова как не дар Божией любви ко всему падшему человечеству и так оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись манифест Божьего помилования распространяет свою силу на всех грешников жаждущих спасения Слово Божие заверяет нас в этом оно говорит всякий кто призовет имя Господне спасется вместо заслуженной грешникам вечной смерти и вечной гибели Христос дарует раскаившемуся полное прощение грехов и жизнь вечную самый факт искупления Христова и факт нашего покаяния и обращения к Богу дает нам уверенность в спасении наполняет наше сердце радостью спасения и благодарностью за него за один и тот же грех справедливый Бог не наказывает дважды если наш долг кем-то покрыт то долг этот с нас уже не взыскивается если он грехи наши сам вознес телом своим на древо то мы можем сказать наказание наше было на нем он взял на себя наши немощи он изъяжлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши ранами его мы исцелились Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь сыне его он есть истинный Бог и жизнь вечная верующий в сына имеет жизнь вечную покаявшись и получивший от Бога прощение своих грехов освобождается от вины за грехи содеянное им до уверования и обращения ко Христу чувство греховности и тяжкой ответственности своей перед Богом знакомо людям всех раз во все века на всех ступенях их культурного развития рано как известно всеобщая сердечная тяга к тому чтобы как-то загладить свою вину перед Богом получить прощение и таким путем освободиться от обвинений и угрызений своей собственной совести вера в искупительную жертву Христа приведшая нас к покаянию и оставлению прежнего образа жизни только она освобождает нас от всех этих угрызений мы имеем мир с Богом и жало осуждавшей нашей совести теряет свою силу ибо нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе человек принявший Сына Божий как своего личного спасителя может сказать словами священного Писания ты избавил душу мою от рва погибели бросил все грехи мои за хребет свой ты вверг в пучину морскую все грехи мои как далеко восток от запада так далеко удалил ты от меня беззакония мои был случай когда на собрании одного знаменитого евангелиста присутствовал не менее знаменитый ученый математик проповедник знал об этом коснувшись своей проповеди приведенного выше стиха проповедник вдруг обратился к сидевшему математику с вопросом какое приблизительное расстояние разделяющий восток от запада ученый авторитетно ответил расстояние это беспредельно оно не подается никаким математическим определением бог не только прощает нас но изглаждает нашу вину из своей памяти он говорит грехов их и беззаконий их не вспомяну более искупление христа приобретенное такой дорогой ценою дает уверовавшему грешнику непреодолимое желание всегда жить в присутствии невидимого бога и вести новую святую жизнь для уверовавшего древнее прошло и прежнее покрыто теперь все новое новое сердце новый дух новая жизнь новые жизненные горизонты новые возможности освящения и служения искупившему его господу священное писание двухтысячной истории христианской церкви и современный опыт многих миллионов истинно верующих людей подтверждает тот неоспоримый факт что все обращавшиеся ко Христу за спасением неизменно спасались избавляясь от грехов и пороков а те кто отвергали это спасение погибали Христос за всех умер Бог также не желает чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться однако не все послушались благовествования поэтому спасительная смерть Христа для многих грешников остается тщетной напрасной Бог поставил простую детскую всем доступную веру единственным усилением нашего усилием нашего спасения условием Писание говорит что человек оправдывается верою получает оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру поэтому верующий спасается а неверующий погибает ибо без веры угодить Богу невозможно Христос сказал неверующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына Божия осужден потому что сознательно отверг установленный Богом путь спасения так что если закрыто благовествование наше то закрыто для погибающих для неверующих у которых Бог века сего ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благовествования неверующие люди погибают не потому что у Бога нет для них прощения а за то что они не приняли любви истины для своего спасения отказались принять отвергли любовь Христову в судебной практике знакомы случаи когда осужденный на смерть преступник отказывался от амнистии или манифеста о помиловании и тем приводил в замешательство приготовившихся к исполнению судебного приговора они не знали что делать с помилованным смертником отклонившим помилование верховной власти вскоре выяснялось что приговор суда отмененный верховной властью остается в силе во всех случаях когда осужденный отказывается от помилования В результате помилованный смертник был казнен. Он лишился жизни по собственной воле, по своему добровольному избранию. Не так ли точно поступают и те, которые не принимают по вере Божьего помилования? Они предпочитают оставаться духовно слепыми, блуждать по собственным путям, обольщаться собственной похотью, обольщаться богатством, обольщаться грехом. И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали. А делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Второзаконие 30. Его триумфальное воскресение. Я есмь воскресение. Был мертв и все жив во веки веков. Мы подошли к событию, которое представляет собой весьма серьезные трудности для закрытого сердца и предубежденного ума. Мы приступаем к разбору главного чуда – телесного воскресения Христа из мертвых. В главе о сверхъестественных силах Спасителя мы уже установили, что отрицание чудес основано главным образом на том предвзятом мнении, что чудеса немыслимы и противоречивы, противонаучны. По убеждениям отрицателей чудес, все то, что находится вне круга их весьма ограниченного мышления и опыта, невозможно. В той же самой главе мы указали, насколько подобное утверждение скептиков безосновательно и даже абсурдно. Поэтому, говоря здесь о чуде Христового воскресения, мы не можем ожидать от наших противников ничего нового. Все их отрицания, относящиеся к воскресению Христа, основаны не на фактах, а на неверии, догадках и, конечно, на чудо боязни. Другими словами, на том, что приемлемо для их ума и что неприемлемо, что вмещается в узкие рамки этого ума и что выходит за грани этих человеческих рамок. К счастью, вопреки всем их отрицаниям чудес, чудеса наблюдаются нами ежедневно, солнце выходит, как жених из брачного чертога своего, небеса проповедуют славу Божию, и мы продолжаем жить в чудесном мире, в земной сфере непрекращающихся чудес. Многие из этих чудес перестали быть для нас чудесами, потому что мы уже привыкли к ним и рассматриваем их обычным, естественным явлением. Многие люди настолько свыклись с чудесами, что перестали уже считать чудом появление космоса, возникновение жизни, установление законов природы, бесчисленные феноменальные явления в мире растительном, животном и в других мирах с их множеством доселе неразгаданных тайн. Почему же наши противники с этими чудесами примирились и соглашаются с нами, что чудеса эти остаются для науки загадкой, а тайну жизни, которая в момент смерти уходит, а при воскресенье возвращается, отрицают? Где же логика? Разумно ли вообще отрицать что-либо на том лишь основании, что оно не поддается нашему разумению или объяснению? Не всякий, например, способен понять и объяснить, каким образом принятая нами пища превращается в отдельные клетки разнородных членов и органов нашего тела. Как одни и те же продукты питания способствуют формированию в организме разных тканей, мускулов, мозга, волос, костей и тому подобное? Разве это не тайна? Разве это не чудо? Если окружающая нас природа на наших глазах регулярно и беспрерывно выполняет свои таинственные функции, то это вовсе не означает, что природа уже вышла из области чудес и освободилась от всего чудесного. Напротив, тот же самый Бог, который все сотворил чудесным образом, все еще продолжает творить чудеса, но уже не случайно, а регулярно, оставляя за собой полное право в любое время проявить свое творческое всемогущество. Но разве можно каким-то разумными доводами убедить предубежденных материалистов? Странное дело, люди, претендующие на ученость и не в меру требовательные в отношении разных доказательств и объяснений, весьма снисходительные к своим собственным умозаключениям. Вот почему все их разъяснения по вопросу воскресения Христа из мертвых до невероятности вздорны, преступно легкомысленны и детски наивны. Они не выдерживают никакой критики. К счастью, их «разъяснение» оказывает свое тлетворное влияние только на таких же невежд в слове, невежд в вере и развращенных умом людей, какими являются они сами. Люди же честные и здравомыслящие не так легко поддаются обольщению этих духовных развратителей. Серьезные люди знают, что христианство — единственная религия, которая не боится никаких проверок, исследований или критики. В силу этого факта современники Христа, апостолы, могли с дерзновением сказать всем верующим и неверующим, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но будучи очевидцами Его величия, ибо это не в углу происходило». Только такой строго проверенный и твердо установленный факт воскресения Христа из мертвых и проповедь о нем способны были убедить миллионы и миллионы людей и во все века менять их образ мышления, возрождать их к новой жизни. Подлинные историки знают, что отрицание историчности Христа с Его местом и временем рождения, деятельности, смерти и воскресения, равносильное отрицанию исторической личности Авраама, Моисея, Давида, Соломона, покушения на Цезаря, крещения Руси или пребывания Наполеона в Москве и Александра I в Париже. Историки знают, что отрицать такие факты значит отрицать всю историю и ни во что ставить анналы и записи летописцев. Воскресение Христа является одним из многих событий церковной истории, которого нельзя ни обойти, ни отвергнуть, ни уничтожить. Знаменитый профессор Оксфордского университета Томас Арнольд в своем труде о воскресении Христа из мертвых говорит «Бесчисленные тысячи людей самым тщательным образом исследовали содержание Библии, книга за книгой, подобно добросовестному суду, изучающему важное судебное дело. В течение многих лет делал это и я, хотя и не для убеждения других людей, а для собственного своего удовлетворения. Занимаясь долгие годы изучением истории минувших времен и событий и устанавливая и взвешивая факты, скажу, что я не знаю никакого другого факта в истории человечества, более достоверного и доказанного, чем смерть и воскресение Иисуса Христа из мертвых». Вот по этой-то причине и в силу множества других оснований мы, христиане, на вопрос «Подлинно ли Христос воскрес из мертвых?» отвечаем без малейших колебаний утвердительно. На пасхальное приветствие «Христос воскрес!» мы торжественно воскресаем «Воистину воскрес!» Для нас это не пустые фразы, не традиционная формальность, но провозглашение нашей глубокой сердечной веры во Христа, воскресшего в третий день по Писаниям, как гласит никейский символ веры. Мы как бы вновь трепетно переживаем это чудеснейшее событие, случившееся на расцвете первого дня недели. Мысленно мы подходим вместе с Марией Магдалиной к высеченной в скале гробнице Иосифа Аримафейского, где покоилось тело распятого, и находим тяжелый камень отваленным и гробницу пустой. «Что вы ищете живого между мертвыми?» говорят нам ангелы. «Его нет здесь! Он воскрес!» На протяжении почти двадцати веков христианской истории и яростных атак на христианские догматы никто из смертных не мог опровергнуть этой радостной вести этих ангельских слов. «Его нет здесь!» Назовите нам тысячи имен людей знаменитых, приобретших мировую известность, и спросите, где они, и о каждом из них скажет «Он здесь!» Безжизненный прах его покоится в земле сырой или развеян ветром, а Христе же сказано «Его нет здесь!» Возникает вполне логичный и законный вопрос. «Куда могло деваться тело божественного покойника?» На этот вопрос мировая литература может предложить нам бесчисленное множество ответов, но, к сожалению, не на все эти ответы и доводы можно поставить печать. Вполне логичны и законны. Знакомясь с этим множеством ответов, предлагаемых нам скептиками, материалистами, включая Ренана, Штрауса, Шлейермахера и других отрицателей воскресения, мы легко убеждаемся в том, что все они подразделяются на пять основных групп. Одна из этих групп утверждает, что никакого Христа как исторической личности никогда не было, что Христос только миф, продукт народного воображения. Вторая группа признает Христа исторического, но воскресение Его из мертвых объясняет Его мнимой смертью. Христос был снят с креста, говорят они, в обморочном состоянии, и, находясь в прохладной гробнице, пришел в чувство, отвалил камень, вышел из пещеры и являлся своим учеником. Подумайте, читатель, над этими красивыми фразами скажите, можно ли придумать еще более наивные и абсурдные предположения? Удивительнее всего то, что приверженцы версии о мнимой смерти Христа, сами того не замечая, создают здесь свое собственное чудо, верить в которое гораздо труднее, чем верить в воскресение Христа из мертвых. Мыслимо ли говорить о явлениях того, кто шесть часов висел на кресте, умер и был погребен? Известный еврейский историк Иосиф Лави пишет, что Христос умер публично. Римский сотник, опытный, точный в выполнении смертных приговоров, доложил Пилату, что Христос умер. Пилат удивился, что он умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Не подлежит никакому абсолютно сомнению, что Христос действительно умер прежде, чем его безжизненное тело было снято со креста для погребения. По заключениям врачей, распятый Христос должен был истечь кровью. Тело Петра, спронзенное гвоздями и копьем, не могло удержать в себе истекающие из этих ран крови, а без крови жизнь тела немыслима. Врачи поясняют, что если человек случайно проткнет ногу гвоздем, то он в течение нескольких дней не способен встать на эту ногу. Спрашивается, как же мог Христос выйти из гроба с пронзенными ногами и руками, со смертельной раной в груди, и идти вместе с Клеопой и его спутником семь миль из Иерусалима в Эмалус. Как могли эти два еврея не обратить даже внимание на его хромоту и не спросить его, в чем дело? Как мог он, будучи таким израненным, являться учеником в течение сорока дней, и притом в разных местах страны? Евангелисты свидетельствуют еще и о том, что один из воинов копьем пронзил ему грудь, и тотчас истекла кровь и вода. Те же врачи находят, что одного такого прободения груди было бы вполне достаточно, чтобы умертвить человека, а истекшая при этом кровь и вода служат неопровержимым доказательством того, что смерть сделала и вполне закончила свое жуткое дело, что кровь распятого успела уже свернуться, что лимфатическая сыворотка отделилась от кровяных шариков. Все это происходит в организме только тогда, когда человек действительно уже умер. Из всего сказанного мы заключаем, что предположение скептиков о мнимой смерти Христа и еще более мнимом воскресении не до конца продумано, несерьезно и неубедительно. Итак, догадка о мнимой смерти отпадает. Третьей догадкой скептиков, догадкой еще более легкомысленно, надо рассматривать похищение мертвого тела учениками. Это измышление и явная ложь имела свое начало в день воскресения Христа из мертвых, когда первосвященники, собравшись со старейшинами и сделавшись совещание, «Довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали». Допустить, что тело Христа было похищено его учениками неразумно. Все они были людьми исключительной честности, нравственности и святости, и поэтому не были морально способны на подобного рода авантюры. К тому же ученики психологически не были подготовлены к выполнению какого-то заговора или плана похищения. Они сами были в смертном страхе перед возможностью репрессий со стороны римских властей и еврейского Синедриона. С распятием Иисуса все их надежды на восстановление царства Израильского во главе с Мессией были безнадежно погребены. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Иисуса, жалуются двое из них. Они надеялись, что Он спасет народ, а Он не мог спасти самого себя. Двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасений от иудеев. Возвратившаяся от гроба Мария нашла учеников в этой горнице плачущими. Ученики были в состоянии крайнего разочарования, уныния, подавленности и отчаяния. Любой психолог может заверить нас в том, что в подобном состоянии духа похищения не совершаются. Приверженцы версии похищения тела учениками допускают, что, похитив тело, ученики погребли Его в потаенном месте. И тут же сговорившись, начали разглашать повсюду, что Иисус воскрес из мертвых. Какой абсурд! Какое умственное помрачение! Допустим, что 4 евангелиста, или 11 апостолов, 120 учеников, свидетели Его вознесения, или 500 братьев, которым Христос явился по воскресении, или все они, как один человек, встретились и сговорились распространять слухи о том, что Иисус воскрес из мертвых. Спросим сами себя, мог бы ли такой заговор при наличии такого множества участников остаться навеки нераскрытым, Если бы такой уговор между учениками состоялся и не раскрылся бы, тогда, зная человеческую натуру, заговор этот следовало бы рассматривать еще большим чудом, чем само воскресение Христа из мертвых. Так что и эта версия похищения тела учениками отпадает. На вопрос, куда девалось тело погребенного Христа, Четвертая группа скептиков отвечает, оно было похищено его врагами. Перосвященники и старейшины похитили тело Иисуса, прежде чем гробнице была послана стража. Так что стража, в сущности говоря, охраняла пустой гроб, уверовавшая в подобного рода вздор. Как видно, позабыли, что идея охраны гроба исходила от еврейских духовных властей, а не от римлян. Если первосвященники и старейшины имели в виду похищение тела, то зачем понадобилась им стража? Возникают также и другие вопросы. Почему отваленный от гроба тяжелый камень был обнаружен только на расцвете первого дня недели, то есть на третий день после погребения? Как могла стража не заметить этого раньше? Почему первосвященникам нужно было подкупать стражу и давать воинам довольно много денег, взваливая вину на учеников? Христос был погребен при заходе солнца в пятницу, когда вступала в свои права Ветхозаветняя Суббота, и ни один еврей не был бы способен оскверняться клад... Субтитры создавал DimaTorzok